Ну а сейчас к самому ожидаемому событию сегодняшнего дня. В ближайшие минуты американский зонд L-Cross и его ракеты-носители должны врезаться в поверхность Луны. Это поможет ученым выяснить, есть ли на спутнике Земли вода. Уникальный эксперимент НАСА начался в июне, когда зонд был выведен на орбиту, ну а теперь операция достигла решающей стадии. И помочь разобраться во всем происходящем мы попросили ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН, доктора физико-математических наук Максима Ритвакайси, сейчас он в нашей студии. Максим, здравствуйте. Добрый день. Итак, я попрошу режиссеров показать то, что сейчас происходит в районе поверхности Луны, а вас прокомментировать, что мы сейчас видим. Ну я могу только так сказать, что сейчас мы видим картинку поверхности Луны статичную. Я так подозреваю, что это... Ну отсюда трудно сказать, но скорее всего это просто район удара, куда будет собственно наносить удар эта разгонная ступень Центавра, которая должна создать кратер, из которого выйдет газообразное облако расплавленных обломков и так далее, и которая собственно уже будет дальше анализировать орбитальный аппарат. Вот если поэтапно и более подробно описать все, что будет происходить в ближайшие минуты, что ожидать в первую очередь? Ну если происходить, если описывать поэтапно, то я думаю, что в первую очередь, конечно, будет удар, потому что самая основная масса, которая разгонится до нескольких километров в секунду, и при соударении с поверхностью будет нескольких километров в секунду, произойдет взрыв, в результате которого, ну, несколько сотен тонн, там порядка 400 тонн испарений поднимутся из этого кратера, причем достаточно высоко, так что это можно будет просто наблюдать, в том числе и с Земли. Вот, и в это время будет пролетать фактически второй аппарат, от которого эта болванка отсоединилась, это вторая часть Элкросса, на которой стоит аппаратура, это в основном инфракрасные спектрометры, разные камеры, тоже инфракрасные в видимом диапазоне. Они просто это облако будут смотреть, и через него фактически будут пролетать. Вот, это как бы первая часть. Вторая часть, что есть еще другой орбитальный аппарат, который называется Lunar Recon Orbiter, и на этом аппарате стоит наш прибор, в том числе, и с помощью нашего прибора мы выбирали это место посадки, как наиболее интересное с точки зрения возможного поиска воды там. Он тоже пролетит через это облако. Его специально поменяли орбиту. У нас там нет, я бы так сказал, что там нет приборов совсем ориентированных на анализ, как бы вот этих вот испарений, но я думаю, что какую-то полезную информацию мы получим. Ну и, наконец, параллельная стадия, это на Земле. Люди будут наблюдать, и, насколько я понимаю, даже НАСА разослала и выложила в интернете инструкции для астрономов, как и куда смотреть, и какие телескопы для этого подходят. Ученых уже давным-давно беспокоит вопрос, есть ли на Луне вода. Бомбардировка поверхности спутника Земли – это сейчас единственный способ это выяснить? Нет, ну это не единственный способ, просто как бы один из возможных вариантов. Я бы так сказал, что это не была целенаправленная задача или миссия, просто образовалась возможность, когда создавался сам аппарат Lunar Reconus Orbiter, поняли ученые, что у них есть избыток массы, который может вынести ракеты, и был объявлен такой конкурс, кто может предложить за разумные деньги проект, который бы дополнил. И вот был предложен так называемый L-Cross, в результате которого используются технологии ударить и посмотреть на то, что мы увидим в результате взрыва. Но главная его достоинство заключается в том, что мы сможем под поверхность заглянуть, потому что большая часть приборов, которые мы имеем в нашем распоряжении, она видит только верхний слой. И под поверхность заглянуть очень трудно. И здесь предоставляется такая возможность, потому что фактически 400 тонн поднимутся в воздухе с глубины порядка 4 метров. То есть как раз та глубина, на которую мы ожидаем, что можно обнаружить водяной лёд. Ну вот мы видим, что заявленное время уже наступило, 15.31, однако, на первый взгляд, ничего не происходит пока. Поэтому следующий вопрос. Если на Луне обнаружат такие молекулы H2O, какие выводы сделают ученые? Ну, я так могу сказать, что важно понять, в каком количестве они там находятся. А если касается выводов, то мы вернёмся к пониманию, как образовалась Луна, и работает ли кометная гипотеза, согласно которой в полярных кратерах мог накопиться водяной лёд, в результате соударений комет с поверхностью Луны. Вот, Кобиос, он один из таких кратеров, который, как бы, имеет затенённую область. То есть, в него никогда не попадает солнечное излучение в течение последних миллиардов лет. И в нём вот эта вот водяная прослойка в виде льда могла сохраниться. Если вот там окажется очень много, то дальше уже наступает не научный, а прикладной характер, который не скрывали даже американцы, когда запускали эту лунную программу. Она заключается в том, чтобы создать там лунную базу. Вот этот водяной лёд, это у нас кислород и водород для дыхания, для топлива. — Могу предположить, что сейчас камера нацелена на лунный кратер Кобиос, в который будет нанесён удар. Почему именно он выбран для эксперимента? — Ну, изначально было порядка десяти возможных кандидатов, которые отбирались и рассматривались. Их отбирали, естественно, по научным и по техническим причинам. По техническим, чтобы создать наиболее оптимальную силу удара, а по научным, чтобы это были районы, желательно затемнённые кратеры, в которых не попадает солнечное излучение, и там могла сохраниться вода. А уже потом, соответственно, среди них с помощью аппаратуры мы постарались выбрать наиболее перспективность с нашей точки зрения. То есть с точки зрения нашего орбитра и прибора, который стоит на орбитальном аппарате, нам кажется, что наибольшее количество водорода именно вот в этом месте. Поэтому мы его нашим коллегам американскому предложили в качестве наиболее оптимальной мишени. — Вот сейчас камера наезжает, увеличивает нам тот самый кратер, куда будет нанесён удар. А вот это вот облако справа на экране, что это такое? — Я думаю, что это просто засветка, там на Луне нет атмосферы, поэтому про облако там говорить не приходится. Создастся локальная атмосфера в результате взрыва, я бы так сказал. — Насколько уникальна технология, по которой создавался зонд, который сегодня будет участвовать в взрыве? — Я не думаю, что это совсем уникальные технологии, потому что американцы сами его рекламируют с гордостью, что это как бы быстро, эффективно и дёшево. Просто я думаю, что использовали старые наработки, как в смысле наведения, так в смысле разработки. Потому что уже подобные проекты были. Вот был проект Deep Impact, когда торпедировали астероиды. В том числе были, когда научные аппараты просто падали на Луну. Но они падали, потому что когда израсходовали свой ресурс, а это будет просто целенаправленный удар. — Так и сейчас опять изображение инфракрасного излучения. Можно ли сейчас сказать, что уже что-то произошло из того, что запланировано? — Мне просто трудно анализировать эту картинку, которую они показывают в инфракрасном излучении. Но вполне возможно, что произошло, потому что время уже как бы наступило. И я так могу сказать, что большая градация цветов может только означать в том, что они что-то видят. А это может возникать в результате удара. Я, по крайней мере, на это надеюсь. — Ну, человеческий глаз, в данном случае наши с вами глаза, смогут увидеть лишь облако пыли, которое поднимется в результате его попадания в поверхность. — Человеческий глаз, он, конечно, воду не увидит. Он увидит что-то похожее на облако пыли, и то вооруженный, как говорится, наземным телескопом. — Зонд, который добудет частиц этого облака, как скоро он доставит эти элементы на Землю, и как скоро ученые сделают выводы, которые надлежит им сделать? — Значит, у него не планируется никакой доставки на Землю. Он через 4 минуты прекратит свое существование после удара, и сам ударится о поверхность, произведя второй кратер. — Но прежде он успеет передать информацию? — Но прежде, естественно, он произведет измерение и передаст информацию. Как быстро ее смогут проанализировать? Сложного. — Ну, я, кстати, могу сказать, что, судя по тому, что народ радуется, это означает, что, по крайней мере, успешный результат у них какой-то достигнет. — Вот мы видим, что радуются не только ученые, но и наблюдатели, которые... — Я думаю, что показывают просто... — Они находятся запределами в обратном. — Да, я думаю, что просто показывают... — Это была широкая кампания, пригласили различных людей, ученых в несколько научных центров, где просто организованы прямые трансляции. Это не только у нас, но в том числе и во многих американских центрах. — А из России сейчас кто наблюдает за происходящим? — Ну, мне трудно сказать, кто сейчас наблюдает из России за происходящим. Я могу сказать, что в нашем институте параллельно проходит такая же вот подобная трансляция, где собирают, тоже собрались ученые, смотрят, анализируют на это. Ну, в данном случае мы пока здесь являемся как бы телезрителями. И ждем просто, что они скажут, потому что самое важное не удар, а самое важное, смогли ли они померить, и что они померили. — Ну, по всей видимости, все, что должно было произойти, уже произошло. В студии в США также начинаются обсуждения того, что случилось. Я благодарю Максима за то, что он помог нам разобраться во всем происходящем. Будем ждать результатов сегодняшнего эксперимента. — Да, будем ждать. — У нас в студии был ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Максим Литвак. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.